Всем привет! В этом ролике речь пойдет о секретах и фишках Windows 10, режим бога, облачная защита, обновление из локальных сетей, автономной карты и так далее. Итак, приступим! Режим бога Windows 10. Доступ к всем возможным настройкам. Создаем на рабочем столе папку с таким названием. Вы его найдете в описании к этому видео. Смотрим, что получилось. Теперь вы сможете найти все возможные настройки операционной системы. Это более функциональная панель управления. Облачная защита. Для того, чтобы получить защиту в режиме реального времени, вам необходимо настроить защитник Windows, чтобы он отправлял данные о потенциальных угрозах безопасности в корпорацию Microsoft, где специалисты разберутся с их содержимым. Для этого, заходим в параметры, обновление и безопасность, защитник Windows и нажимаем включить в разделе облачная защита. Готово! Обновление из локальных сетей. Ранее обновления операционной системы всегда загружались напрямую с серверов Microsoft. В Windows 10 дополнительно появилась возможность загружать обновления с других компьютеров, которые успели скачать нужные файлы ранее. Заходим в параметры, обновления и безопасность, дополнительные параметры. Выберите, как и когда получать обновления. Здесь мы можем выбрать, откуда будем получать и с кем обмениваться обновлениями для Windows 10. В Windows 10 появился новый инструмент под названием приложение и возможности. С его помощью можно не только избавиться от лишних программ, но и оценить, сколько каждая из них занимает место на жестком диске. Это хорошая альтернатива старому оплету удаления или изменения программы. Заходим в параметры. Система. Приложения и возможности. Готово. Перед нами более гибкий и удобный инструмент для удаления или изменения приложений. Хранилище. Позволит получить подробную информацию о том, чем занято пространство ваших жестких дисков и очистить его от временных файлов, мусора и лишних приложений. Также здесь можно изменить расположение, которым по умолчанию сохраняются документы, музыка, изображения и видео. Заходим в параметры, система, хранилище. Для примера давайте посмотрим, сколько места на диске C занимают изображения и удалим ненужные. Теперь давайте сделаем так, чтобы новые фотографии и видео сохранялись на диск D. Готово. Автономные карты. Будет полезно для путешественников, у которых часто возникает необходимость сориентироваться или найти нужную точку, а доступа к сети нет. Заходим в параметры, система, автономные карты и кликаем «Скачать карты». Выбираем, например, Европа, Албания. Ждем, когда завершится процесс загрузки. Готово. Приложение загрузило карту выбранной стороны на жесткий диск и теперь может использовать ее для навигации. Анализ использования данных. Данная возможность операционной системы позволит вам выявлять самые прожорливые приложения, да и в целом отслеживать, куда уходит ваш трафик. Заходим в параметры, сеть и интернет, использование данных, сведения об использовании. Перед нами список программ и количество мегабайт трафика, которые они использовали. Отключить быстрый доступ. В Windows 10 по умолчанию запускается проводник на вкладке «Быстрый доступ». Это выглядит вот так. Если вы хотите, чтобы сразу была активна вкладка «Этот компьютер», то кликаем «Вид», «Параметры» и на вкладке «Общие» выбираем «Открыть проводник для этот компьютер». И нажимаем «Ок». Проверяем. Готово. Настройка размера стартового меню. В Windows 10 пользователь сам может настроить размер и расположение меню «Пуск». Заходим в «Параметры». «Персонализация». «Пуск». И активируем опцию «Открывать начальный экран в полноэкранном режиме». Проверяем. Теперь вы знаете, как выбрать наиболее удобный для вас вариант отображения меню «Пуск». Спасибо за внимание. Надеюсь, данное видео будет для вас полезным. Удачи! Да. slverb. Продолжение следует...